Здравствуйте, мои друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Ильгар Велезаде, известный политолог из Азербайджана. Здравствуйте, Ильгар. Здравствуйте, Михаил. Ну что ж, мои зрители, я напоминаю, что обязательно нужно подписаться на этот YouTube-канал, обязательно ставьте лайки, оставляйте комментарии. А мы начнем. Ну что ж, сегодня стало известно о том, что Россия, которая в Украине воспринимается как страна-агрессор, находит из зерновой сделки. Я знаю, что вы на Facebook у себя уже комментировали эту новость, еще до того, как эта новость стала не просто новостью, но и достоверным фактом. Вы уже успели это прокомментировать, и сегодня официально это подтвердил президент Турции Раджа Прадаган. А как вы относитесь к произошедшему, и как это повлияет на ситуацию в Черноморском регионе? Ну, к сожалению, это влияет не только на ситуацию в Черноморском регионе, это очень серьезно влияет на ситуацию на продовольственном рынке в целом, это влияет, негативно, конечно, влияет на ситуацию, прежде всего, в странах, в нуждающихся странах, странах, которые получают зерно из Украины, ну, из России, и которые сегодня являются основным уязвимым, скажем, звеном вот в этой цепочке интересов и, скажем, политической цепочки. И в частности, конечно, эта ситуация негативно влияет и на военно-политическую, и вообще на политическую ситуацию в Черноморском регионе. Сделка ведь, она являлась как бы определенным условием для сдерживания процессов, скажем, нагнетания военно-политической обстановки в регионе. А поскольку для прохождения судов требовалась, прежде всего, безопасность определенная, и, конечно, в условиях нынешней такой напряженности войны фактической, значит, эта безопасность достаточно условной была. Но так или иначе, эта сделка позволяла в какой-то степени, в какой-то мере эту безопасность, ну, гарантировать, сохранять. Опять же, суда с зерном под турецким комбоем проходили по западной части акватории Черного моря, что вот позволяло как-то вот в этой части определенную стабильность обеспечивать. Ну, к сожалению, вот такое развитие событий, выход России, ну, даже не выход, а, как они говорят, приостановка участия в соглашении может в значительной степени ухудшить, осложнить и военно-политическую ситуацию в регионе. Сегодня президент Зеленский официально обратился к президенту Эрдогану, к ГТРШ, генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, с предложением напрямую осуществлять поставки зерна, а минуя, собственно, российскую сторону, учитывая то, что, в принципе, даже в рамках экспорта зерна у Украины не было прямых договоренностей с Россией, были, как бы, такие двусторонние договоренности между разными сторонами, прямых не было. Как вы оцениваете такую перспективу, хотя уже российская сторона успела заявить в том, что она не гарантирует безопасность гражданского судов? Вполне возможно, такой вариант вполне возможен, при условии, конечно, что в данном случае безопасность судов, опять же, как бы, по принципу безопасность прохождения судов, опять же, гарантирует турецкая сторона, ну, как и было. До этого турецкая сторона выступала реальным гарантом безопасности, и в данном случае тут уже без российского участия, участие Турции в таких гарантиях может быть, в гарантиях безопасности. То есть турецкие суда будут, военные суда в качестве конвоя будут сопровождать украинские сухогрузы, которые будут перевозить зерно и, с другой стороны, вот обеспечивать эту самую безопасность. Конечно, это несколько, скажем так, повышает риски, но риски какого характера? Поскольку Россия в этом процессе абсолютно не участвует, то можно априори считать, что руки России могут быть развязаны. Но я не думаю, что российская сторона или российский флот может как-то действовать против Турции, турецкого флота. В этом случае это будет просто конфликт, открытый конфликт, и я так понимаю, что российская сторона не будет, не предпринимет таких действий. А с другой стороны, Украина в данном случае может рассчитывать на Турцию. Кстати говоря, в свете недавнего визита президента Зеленского в Турцию, где были достигнуты очень важные соглашения, была еще раз подтверждена позиция Турции в отношении войны, в отношении территориальной целостности, суверенитета Украины. И я думаю, что в рамках уже двусторонних согласований турецко-украинских, возможно, тут еще не исключается участие НАТО в обеспечении безопасности украинских судов. Вот в этом смысле, в этом случае, конечно, такой вариант вполне вероятен, вполне возможен. Это усилит, ухрепит, кстати говоря, положение Турции в регионе, конечно же, сделает более устойчивой эту самую сделку, сделку, ну, это же будет не сделка, это же будет, скажем, договоренность между Турцией и Россией, вернее, Украиной, и укрепит вот эту ситуацию тем, что в этой ситуации уже будут договаривающиеся стороны, будут абсолютно выступать с единых позиций. Вот в этом смысле есть, конечно, скажем такое, рациональное зерно в этом предложении. Некоторые говорят о существенном ухудшении отношений между Москвой и Анкарой, и прежде всего, потому что прошли президентские выборы в Турции, это означает, что руки у Эрдогана развязаны, он получил карбуланс на проведение другой политики, тем более другая политика, она получила значимое число голосов на выборах, и его оппонент взял сравнить на одинаковое число голосов, потому что взял Эрдоган. Так вот, эта политика, она более вестернизирована, заявлена, по крайней мере, нормой риторики, много желаний вступить в Европейский Союз и так далее. Видите ли вы такой назревающий концепт между двумя столицами? И опять же, помятуя о том, что есть взаимосвязывающие интересы в той же серии. Да, ну, посмотрите, дело в том, что мы всегда говорим о том, что Турция и до выборов, лично Эрдоган, и до выборов, и после выборов всегда чётко заявлял о своих интересах. И эти интересы, скажем, они как бы были зафиксированы и на встречах с руководством России, на встречах с руководством НАТО, отдельных государств НАТО. Эрдоган никогда не менял своих, скажем так, приоритетов, всегда говорил, в принципе, об одном и том же. Другое дело, как эти заявления интерпретировались, как его шаги интерпретировались, это уже, конечно, и это уже вопрос, связанный с интерпретацией. В частности, вот если вспомнить по ситуации в Украине, он всегда, значит, высказывался совершенно конкретно, определённо относительно и членства Украины, и Украины в НАТО, поддерживал стремление Украины в ЕС. С другой стороны, он всегда заявлял о том, что Крым, Донецк, Донбасс являются украинскими территориями. Здесь, кстати говоря, наблюдалась скорость позиций, и вот в частности по крымскому вопросу. Почему? Потому что для Турции это очень важный вопрос, связанный также с обеспечением прав крымско-татарского населения этого края. Для Украины Крым также является преимущественно крымско-татарской автономией. И здесь сходство позиции абсолютная. Турецкая сторона видит Крым как автономию в составе Украины, ну, крымско-татарскую автономию. Но также на ситуацию смотрит и в Киев. В Москве тоже прекрасно знали о позиции, значит, Эрдогана в этом вопросе, в всех других вопросах. Поэтому я думаю, что здесь иллюзии ни у кого не должно было возникать. Что касается западного вектора турецкой политики, то турецкая сторона, в частности, мы знаем, что Эрдоган более 20 лет находится у власти. В предыдущие годы, в предыдущей своей каденции, еще будучи премьер-министром, говорил о том, что, да, Турция хочет стать членом Евросоюза, хочет более активных отношений с Евросоюзом, но при соблюдении интересов, конечно, Турции. Здесь есть определенные противоречия, в частности, турецко-греческие, турецко-кипорские противоречия. В разное время Франция, Германия выступали против такого сценария включения Турции в Европейский Союз. Поэтому Турция стала подходить к этому вопросу с более прагматических позиций. И по программе «Минимум» для Турции важно заключить хотя бы, ну, скажем, не заключить, а политико-правовые нормы, рамки этого существует договора, договор о свободной торговле. Это он заключен еще в 60-е годы, и Турция настаивает хотя бы на его модернизации, на модернизации положений этого договора и на безвизовом режиме взаимодействия с Европейским Союзом. Вот в этих вопросах, да, Турция сейчас настаивает на активизацию диалога. Понимаю, что в Турцию как таковой в Европейский Союз не примут, но, с другой стороны, да и Турция не очень хочет в Европейский Союз, честно говоря. Все остальное, конечно, риторика. Но, опять же, мы подходим к интерпретации. В России, видимо, подумали, что вот такая политика – это политика отхода Турции от Европейского Союза, вернее, от, скажем, от ориентации на Запад. Но если посмотреть на абсолютные цифры товарооборота, если посмотреть на уровень политических контактов, то мы видим, что для Турции по-прежнему приоритетными остаются направления взаимодействия и США, со странами Западной Европы. Они несколько меняются в зависимости от характера региональной, международной политики, но вот приоритеты остаются. С другой стороны, конечно, Турция, как страна евразийская, то есть имеется в виду чисто географическое понятие, находится и в Азии, и в Европе, заинтересована в взаимодействии со всеми такими крупными региональными акторами, в том числе и с Россией. Но, опять же, на основании собственных интересов. Такая же ситуация, как и с Европейским Союзом, с НАТО. Турция всегда ставит во главу угла собственные интересы. Такая же ситуация во взаимодействии с Россией. Там тоже Турция ставит в приоритет свои собственные интересы. Если в разные годы эту политику воспринимали как отход от европейцев, от западного какого-то вектора в сторону какого-то евразийского вектора, я думаю, что это, наверное, проблема в интерпретации больше. Поэтому для нас, честно говоря, неудивительно, что Турция сейчас занимает такую позицию. То же самое касается ситуации в Черноморском регионе. В Черноморском регионе Турция является одним из ведущих игроков. И для нее важно вернуть ситуацию, скажем, к тому статус-кво, который был до 2014 года, когда Украина полностью обладала Крымом и распространяла свой суверенитет на эту территорию, на часть акватории Азовского моря, на большую часть акватории Черного моря для Турции. и это самое главное, то есть в черноморской геополитике. И они никогда это не скрывали. Я не знаю, вот опять же, не знаю, это каждый видит, видимо, по-своему. Я стараюсь просто смотреть на ситуацию именно глазами Турции. Вот Турция так видела ситуацию. Если кто-то обманулся, чьи-то ожидания были обмануты в отношении этого, то это, наверное, их проблемы. Нужно, наверное, в более объективной ситуации оценивать. И я думаю, что просто в нынешних условиях, ну, мы еще нужно подходить к этому вопросу с учетом меняющейся реальной ситуации, конъюнктура, политическая конъюнктура постоянно меняется и необходимы определенные, ну, скажем, акценты расставлять. В данном случае Турция, эти акценты, то есть политика, стратегия, политическая стратегия Турции не менялась. Ну, вот акценты могли меняться. В данном случае она просто акценты еще раз, ну, скажем, усилила на именно свой западный вектор. Но это тоже нормально, и тоже понятно, потому что, посмотрите, во-первых, это было сделано накануне саммита в Вильнюсе, это было сделано накануне завершения вот этой сделки 17 июня, но это было до 17 июня сделано. Это было сделано накануне таких важных судьбоносных решений, которые были приняты Западным Альянсом в последние дни. И в данном случае Турция еще раз четко заявила, что она является участником, участницей Западного Альянса, участницей НАТО. И здесь просто единственное, что, будучи участницей НАТО, как и другие государства НАТО, имеет возможность формулировать свои собственные интересы, и она о них четко заявит. Что касается ситуации в Сирии? Что касается ситуации в Сирии, тут, конечно, сложная она ситуация. Дело в том, что посмотрите, как к этой ситуации относятся на Западе, и посмотрите, как к этой ситуации относятся те государства, которые задействованы в сирийском политическом узле. На Западе турецкое участие в процессах Сирии негативно воспринимают. В частности, в Европейском Союзе ряд ведущих государств НАТО прямо говорили, что не удовлетворены действиями Турции в Сирии. Они предлагают Турции вывезти свои войска из Сирии. Скажем, Россия, Иран, даже Саудовская Аравия, арабские государства в той или иной степени понимают интересы Турции в Сирии. Почему понимают? Потому что Турция задает справедливый вопрос. Хорошо, я выйду из Сирии. А вы на каком основании там находитесь? Это у меня больше всего турецких, вернее, сирийских беженцев на моей территории, близ моей границы. Это я кормлю каждый год, значит, 3,5-4 миллиона сирийских беженцев. Неужели я не имею интересов, не должны иметь интересов в этой стране? Вполне логичный вопрос. Поэтому они понимают, что да, вот при такой логике, конечно, с ней очень сложно спорить. И принимая во внимание реальный вес и положение в Сирии, они готовы, вот эти все участники, Россия, Иран, там, арабские интересанты, готовы с Турцией в Сирии взаимодействовать. Несколько такую обидчивую, скажем, обидчивую позицию занимает Башар Асад. Но, честно говоря, Башара Асада все спрашивают только в последнюю очередь. Поэтому я так понимаю, что пока есть вот такой консенсус относительно, скажем, такого условного статус-кво, который сегодня сложился в Сирии, вот Турция будет в этом участвовать. Турция старается участвовать в постконфликтном устройстве в Сирии, опять же, принимая во внимание, что больше всего беженцев находится как раз в Турции. Турция их кормит уже на протяжении длительного времени, обеспечивая им всем необходимое. Конечно, сейчас определенные проблемы появились. Они связаны с тем, что, скажем, турецкий избиратель стал задаваться вопросом все более отчетливо, а сколько это все будет продолжаться, потому что это вызывает определенные социальные напряжения в основном в крупных городах, в приграничных районах Турции. И Турция, поэтому, скажем, пытается форсировать решение этого самого вопроса, старается даже идти на диалог с Башаром Асадом, ну, хотя бы для того, чтобы гарантировать безопасность этих 4 миллионов людей, 3,5-4 миллионов сирийцев, которые будут перемещены, возвращены в Сирию, ну, хотя бы, как минимум, на вот этот приграничный участок, который контролирует турецкая сторона. И поэтому я думаю, что вот здесь, опять же, есть очень серьезные практические интересы Турции, связанные с интересами и во внешней политике, и прежде всего внутренней сейчас уже политики, потому что все-таки эти все беженцы, на их, скажем, с помощью ствования необходимо, конечно, определенные средства из бюджета выделять, им нужно обеспечивать работу, и многие из них вообще не собираются даже возвращаться в Сирию, а это уже серьезная социальная проблема. Вот поэтому Турция сегодня старается решить эти вопросы с практической точки зрения. Что касается, опять же, Запада, то вот у турецкой стороны есть такой тоже вопрос достаточно конкретный, в частности, по отношению к Соединенным Штатам Америки. Хорошо, а что вы делаете тогда в Сирии, если вы нас, в смысле, вы не очень-то благоволите нашему участию в этом регионе, что же вы там делаете? Вот эти вопросы, конечно, они не столько риторические, сколько практического свойства вопроса, но обозначивают интересы каждого из участников. Игорь, последний вопрос, он касается НАТО и позиции Турции в отношении Швеции. Буквально прошло, на мой взгляд, несколько дней, как турецкое руководство поменялось в свою позицию, согласилось с вступлением Швеции в НАТО. Что было предложено, обещано, гарантированно Турции за изменение позиции по интеграции в Швеции в НАТО? Ну, посмотрите, Михаил, дело в том, что вообще этот вопрос очень чувствительный, опять же, и для внутренней политики Турции. Почему? Потому что в Швеции на протяжении очень большого промежутка времени, наверное, с 90-х годов, сформировалась и активно действует курдская диаспора. У них есть политическое, скажем так, политическое крыло, различные организации, в том числе лоббисты в шведском парламенте, в политических структурах Швеции. А эти самые курдские организации частью очень тесно взаимодействуют с курдской рабочей партией, которая в Турции считается террористической структурой, поскольку её активисты участвуют в вооружённой борьбе против Турции. Почему Финлянджио они так легко приняли в НАТО, согласились принять в НАТО? Потому что в Финлянджио таких проблем нет, такой разветвлённой сети курдских организаций нет, которые связаны с ПКК. А в Швеции они действуют. Более того, вы знаете, там сеть такая организации, которая аффилирована с ПКК. Но как они действуют? Это экономическое крыло или финансовое крыло ПКК. В Швеции они зарабатывают деньги, они имеют очень тесные связи с европейскими курдами. Через эти структуры европейские курды перечисляют им определённые финансы, которые потом аккумулируются на счетах ПКК. Есть очень такие разные схемы. И турецкая сторона, турецкое правительство неоднократно предъявляло эти факты Швеции, шведскому правительству. И сейчас, когда стал вопрос о участии Швеции в НАТО, Турция поставила вопрос ребром. Для неё это шанс просто решить этот вопрос на корню. Какие-то сепаратисты, которые постоянно получают инъекции, в том числе и в Швеции, они не могут там бесконтрольно жить и существовать. И турецкая сторона вполне нормально этот вопрос понимает. Но в Швеции, как воспринимают это, с точки зрения нормальной логики, это сложно объяснить. В Швеции говорят, что мы, поскольку у нас демократическая страна, мы позволяем всем этническим меньшинствам нормально себя чувствовать, то есть пользоваться плагами шведского государства. Турция, турецкая сторона, по фактологии, говорит, что это не просто граждане. Это люди, которые, ну как вот с ИГИЛом кто-то работает. Он же кто? Он, по сути, своей преступник. Вот то же самое, тот же преступник. Просто это не ИГИЛ, просто это курды, которые против Турции борются, вооружённые. Вот так и там интерпретируют эту ситуацию вот таким образом. И тут, понимаете, такая ситуация, когда говорят, нашла коса на камень. Это Швеция уперлась, потому что она считает, что если она в этом вопросе пойдёт на компромисс с Турцией, то она вот таким образом как бы может стать такой уязвимой страной, поскольку тогда каждый будет предъявлять ей такие претензии, она должна будет закручивать свои гайки во внутренней политике. Им так кажется. Кстати говоря, вы посмотрите, что в последнее время происходит. Именно Швеция превратилась в страну, где постоянно сжигают Коран. Кстати говоря, вот недавно прошла информация, что там и Туру пытаются жить где-то. То есть мы говорим о том, что есть какая-то грань между, скажем, свободой слова, свободой выражения мнений и противоправными деяниями, которые в конечном итоге, скажем, приводят к общественному напряжению, которые не соответствуют, скажем, каким-то таким моментам. И пока этот вопрос не решится, что технически происходит. Турция сказала, окей, мы даём возможность Швеции, скажем, проявить, скажем, конструктивную позицию и даём зелёный свет, но решение должно одобрить парламент Турции. А что это значит? Там тоже процедура. То есть ещё парламент приступит к работе где-то в осень. До осени Турция будет смотреть, как будет себя вести Швеция с этими курдскими террористами. Представляете, поимённо они знают, кто этот курдский террорист. Есть доказательная база относительно того, что он делает, почему он делает. То есть они будут конкретно смотреть, посадили они его, выдворили они его, передали они Турции или не передали. Вот если до, скажем, осени они этого не сделают, то я думаю, что парламент скажет нет. Если они осенью начнут там периодически одного-двух курдов, вот этих террористов им Турции выдавать, я думаю, в парламенте будут благоприятные слушания, пока они всех этих курдов не получат. И это нормально. Почему? Потому что если, представляете, страна члена НАТО, ну они будут тогда коллегами, да, Турция и Швеция будут членами. Одна будет поддерживать курдских сепаратистов, а другая будет с ними бороться, и причём они оба будут состоять в одном альянсе. Это же нонсенс. Поэтому здесь, я думаю, что нужно посмотреть, как эта ситуация будет развиваться. Но так или иначе Турция, опять же, не против, концептуально не против членства Швеции в НАТО. Она не против членства одной из тех стран, которая активно и прямо говорит о членстве Украины в НАТО. Естественно, она говорит о том, что да, мы согласны с расширением НАТО. Но здесь вот вопрос такого порядка. То есть не к военно-политической ситуации вокруг Украины он имеет вот такое достаточно опосредственное отношение. Я думаю, что и украинское политическое руководство достаточно хорошо информировано об этой ситуации. Здесь секретов никто не держит. И понимает вот позицию Анкар. Ильгар, если коротко, не могу вас не спросить. Это, пожалуй, последнее, что мы сегодня с вами не выяснили. Это ситуация вокруг командиров Азова, которую Турция отпустила. Напомню, они фактически были интернированы в Турции, обменены на предателя Украины, господина Медведчука. Медведчук уехал в Россию, а азовцы, они были Москвой переданы в Анкару. Собственно, они находились в комфортных условиях в Турции, как бы по приглашению в цены президента Турции. Но вот приехал президент Зеленский, и мы их отдали. Это действительно большая дипломатическая победа для президента Зеленского. Ну и такая пощечина, которую Эрдоган дал Путину. А как в Турции отреагировали на это событие? Знаете, Михаил, здесь в Турции тоже разные люди, разные реакции есть. В целом реакция была положительной и с пониманием отнеслись к этому вопросу. Почему? Потому что, опять же, если брать весь контекст, когда это было сделано? Это было сделано в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. И Турции нужно было показать. Вы знаете, очень в НАТО видите, какая ситуация. Не каждый, значит, много критиков в Турции. Но, с другой стороны, к Украине тоже сегодня достаточно неоднозначные отношения. И вот Турция этим шагом дала понять этим своим критикам НАТО, что я гораздо более четкую и артикулированную позицию занимаю по отношению к Украине, чем вы, которые с одной стороны говорите одно, с другой стороны делаете другое. И завтра, когда саммит НАТО состоится, ну, это было в преддверии саммита НАТО, как вы меня будете ругать? То есть это вот как бы аргументы в пользу Турции. Ведь Турцию упрекают в связях, в лишних связях с Россией, в том, что через турецкие каналы проходят запрещенные продукции в России. Вот таким шагом, во-первых, Турция говорит о том, что, да, она четко занимает такую позицию, значит, поддержку Украины. С другой стороны, и те другие заявления, это надо, наверное, вместе рассматриваться в одном комплексе, что мы выступаем за членство Украины в НАТО, мы передаем вот этих азовцев, мы как бы и все, и так далее. Там они подписали насчет Байрактаров, очень важное тоже соглашение. То есть Турция говорит, вот наш практический вклад. То есть людей, ну, скажем, политические круги, которые пытаются спекулировать на, скажем, особых отношениях с Россией, должна обратить внимание на этот момент. Что касается России, значит, и Азов. Россия лишний раз поняли, что Турция – это Турция. Это не какая-то такая там третьеразрядная страна, которую можно манипулировать, что как-то через нее какие-то вопросы решает. Что турецкое руководство достаточно, скажем так, ориентируется на свои собственные позиции. С другой стороны, опять же, давайте посмотрим на контекст. Это было сделано в преддверии заявлений о прекращении России, это самоучастие в этой самой сделке, где Турция является гарантом. То есть Турция сигнализировала, что, вы знаете, если такая ситуация… Я гарант в это сделать, я гарант в это соглашении. Но если вы уходите, то и в какой-то себе подставляете. Этот шаг как бы мог бы еще рассматриваться в качестве какого-то определенного месседжа России, что вот как бы может быть еще другой шаг. Если, скажем уж так, ситуация провернется таким образом, что наши интересы будут проигнорированы и в других вопросах, то мы дальше пойдем. Я так понимаю, что вот это вот как бы такое многословие, что ли, не знаю, недоговоренное многословие, если так хотите сказать, да, такое с турецкой стороны. И кто-то, кто понял месседж, это понял. А еще один момент, очень я хотел бы его коснуться. Все-таки Турция и даже сегодня в этих непростых условиях настаивает на возможности введения каких-то переговоров. Ну, даже в самые сложные периоды, даже во Второй мировой войне, вот зондаш возможных переговоров делался. И Турция говорит о том, что все делают этот зондаш, это возможные переговоры. Ватикан, там, Китай, другой, третий. Турция обращает внимание на то, что вот она есть еще, как бы, кроме других этих интересантов, есть еще она, которая имеет определенные рычаги. Ну, это не непосредственно связано с Азовом, но, возможно, какой-то, может быть, это жест. У меня такое впечатление было, что это мог бы такой быть жест, что вот как бы нужно договариваться. Ну, может быть, я не могу исключать и такой вариант, что, скажем, сейчас российская сторона говорит, что мы не знали. А вполне возможно, чтобы турецкая сторона давала им понять, но в обмен на что-то. Вот я не знаю, но это уже за семью печатями. Сейчас, вы знаете, военно-политическая ситуация, достаточно сегодня вот произошло событие, связанное с этим Крымским мостом. То есть это с каждым днем, даже в течение суток ситуация меняется. Поэтому вот на тот момент были какие-то определенные условия, которые способствовали этому шагу. Но, вы знаете, вполне возможно, что уже на следующий день, через два дня в свете принимаемых или принятых решений этот шаг был бы быть нерелевантным. Но вот я не знаю, возможно, тогда турецкая сторона, какие-то месседжи пыталась еще российской стороне послать. Какие месседжи, никто не может сказать. Дальше уже только догадки. А вот утомлять вас своими догадками я не хочу. Спасибо большое, Эльгар Велезеде, известный политолог из Азербайджана, будут сегодня с нами. Подписывайтесь на канал и до новых встреч. Спасибо большое, Эльгар. Продолжение следует...